Так вот, Клинтон набрала на 2 миллиона голосов больше, чем Транк. При этом он выигрывает по выборщикам. Такие случаи были уже, их там было несколько. Последний был в 2000 году известный, но там была разница типа в 100 тысяч голосов в одной Флориде. Там пересчитывали их вручную. А тут разница очень большая, больше двух миллионов, и она распределена по стране. И подумала я внезапно, почему при этом выиграть должен Транк. Потому что у него больше голосов выборщиков. Вся эта система с выборщиками была придумана founding fathers, отцами-основателями. Для того, чтобы не допустить прихода к власти популиста. Как это не смешно? Для того, чтобы некоторые территории, которые им казались более значимыми и склонными правильно голосовать, имели больший вес, чем другие. Так вот, это же в сущности старая добрая проблема rotten borrows, проблема гнилых местечек. Вокруг которой весь викторианский век крутилось обсуждение британской электоральной реформы. Что такое были гнилые местечки? Там ведь тоже был ценз, в Америке типа всеобщее избирательное право, а в Британии был ценз имущественным. И округа были нарезаны таким образом, что было довольно большое количество округов в сельской местности. Они же назывались pocket borrows, карманные округа. То есть, ими распоряжался местный феодал. В любом викторианском романе обязательно будет, что сын младший или наоборот старший сын идет депутатом, даже не появляясь в этом месте, потому что понятно, что все за него голосуют. Голосуют люди с определенным имуществом, платящие налог на определенную сумму. Они, естественно, поддерживают своего лендлорда, своего основного землевладельца, и он распоряжается этими местами. В результате к середине, к второй половине 19 века получалось, что перевес в палате общин имеет сельская местность. А большие, бурно растущие промышленные города, там Манчестер, Ливерпуль, такого рода промышленного севера, они были не представлены. После чего у них случилась избирательная реформа, и эти самые города, эти самые круга нарезали. Получается, что в Америке этого еще не произошло. То есть они еще с этими гнилыми местечками достались. Там, правда, естественно, это идет не деревня против города, а скорее наоборот. Но вот эти вот места густонаселенные, побережные, получается, что они не представлены, потому что они проголосовали за демократов. Не знаю, впрочем, в чем ценность этого наблюдения, но действительно электоральный колледж – это славное наследие 18 века. Люди, которые это придумывали, ориентировались на Британию. Они оттуда приехали, при том, что они с ней воевали. Но они, естественно, хотели сделать как там, только лучше, что к демократию. Вот они ее придумали. А вот это вот неравенство Норильски, оно осталось. С тех пор Британия его уже изменили. И даже ввели всеобщее избирательное право. Но там было, в Америке, и так повторюсь, всеобщее избирательное право. Не знаю, какая мораль из этого, но, по-моему, с точки зрения исторической это страшно интересно. Продолжение следует...